С 1 февраля 2024 года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Закон наделил ФССП России новыми контрольно-надзорными полномочиями. Что это значит для простых граждан, мы попытались выяснить у начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности управления ФССП ПКЧР Чорчаева Умара Борисовича. Добрый день, Умар Борисович. Здравствуйте. Какие изменения произошли в законодательстве о возврате задолженности? Федеральный закон наделил ФССП России новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных микрофинансовых организаций. В части осуществления ими деятельность по возврату просроченной задолженности. Каким образом теперь будет контролироваться деятельность микрофинансовых организаций? Для учета новых объектов контроля Федеральная служба судебных прессов России будет ввести перечень кредитных и микрофинансовых организаций, включение в которые будет осуществляться автоматически после получения соответствующего статуса от Банка России. На банке микрофинансовые организации будут распространяться обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимое для записи и хранения информации о фактах взаимодействия гражданам в ходе возврата просроченной задолженности. Также указанные организации будут обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности. Кто еще предусматривает на этот закон? В соответствии с федеральным законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросу возврата просроченной задолженности. Теперь с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Это специальная программа. Автоматизированный интеллектуальный агент сможет вести диалог с должником безлистного участия представителя организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственному общению, взаимодействию с должником. И на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записаться. Кроме этого, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать по требованию должника возможность переключения на сотрудника организации. Предсмотрены ли еще какие-то способы? Еще одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщения должником через портал государственных услуг. Это способ приравниваться к электронным сообщениям. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу государственных услуг. Также необходимо, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в личном кабинете портала государственных услуг. Какие правила взаимодействия с должником устанавливаются законом? Федеральный закон, точнее, отдельные правила взаимодействия с должником по вопросам возврата просроченной задолженности. Например, порядок определения периода, в течение которого исчисляется количество ограничений взаимодействия. То есть в течение календарной недели или календарного месяца. Также определяется порядок взаимодействия с представителем должника, к которому может выступать только адвокат. Новый закон устанавливает право Федеральной службы СССР по ограничению профессионально-коллекторской или микрофинансовой организации, используя один или несколько способов взаимодействия в виде личных встреч, телефонных переговоров, использования автоматизированного интеллектуального агента электронных сообщений. Такое решение будет приниматься должностными лицами службы по результатам контрольного надзора, надзорного мероприятия в случае выявления грубого нарушения систематических нарушений законодательства Российской Федерации. Если коллекторская или микрофинансовая организация нарушает установленные требования? Законодательство надзорного судебного пристава правом составляет в отношении вышеуказанных лиц протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1457 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченных задолженностей. Нарушение законодательства при осуществлении деятельности, направленных на возврат по рассроченной задолженности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года, на юридических лиц от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Предусмотрено ли уголовное ответствие за неправомерным действием? С 1 июля 2023 года вступил в силу федеральный закон номер 323 о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации из статьи 150 и 151 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, который усилил меры уголовной ответственности для коллекторов. Санкции по статье 172 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, это незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физической лиц в качестве самого строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо без такового из решения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Куда можно обратиться к гражданину, у которого есть претензии? В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов или микрофинансовых организаций, они могут заявить об этом в отдел правового обеспечения введения государственного ареста и контроля за деятельность юридических лиц, осуществляется функция по возврату просроченной задолженности Управления Федерального службы Судебного пристава России по Карачаево-Черкесской Республике. Узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях и принять меры по погашению долга позволяет портал ФССП России на портале Госуслуг. Субтитры создавал DimaTorzok